Здравствуйте, телезрители наши дорогие, многоуважаемые. Спасибо, что вы пускаете меня, спасибо, что вы пускаете нашу программу, спасибо, что вы пускаете нашу телепередачу в ваш дом. Я ценю ваше время, я ценю вашу поддержку, спасибо вам большое. Можно сказать, что этот мир, он больше доминированный мужчиной. Можно сказать, что мир, в котором мы много лет жили. Вот с начала мира и до недавнего времени, может быть, даже еще до прошлого века или два века назад, больше всего он доминировал мужчиной. Мужчины формировали много политики, мужчины формировали много концепций, мужчины формировали много систем. И мы понимаем, что если мужчины формируют эти концепции, эти системы, что эта система больше будет удобной, эти системы больше будут выгодны для мужчин. Потому что мужчин, что у него есть? Он будет формировать что-то из того, что у него есть. И то же самое, но мы видим, что со временем женщины уже стало больше влиять, уже стало больше принимать участие, формирование каких-то концепций, принятие определенных решений. Мы видим, что в многих больших кооперациях, высокие поста тоже занимаются женщины. И главное решение принимают не только мужчины, там уже женщины. И там, где есть мужчины и женщины, там, где ценят мужчин и женщины, там всегда выходят самые основные решения, там всегда выходят самые оптимальные решения. Потому что так Бог и задумал вначале. Потому что, еще раз, возвращая к Библии, те, которые знакомы с Библией, те, которые его считают, я его считаю, поэтому я кое-что знаю с Библией. В Библии, ну, там есть история, что Бог сначала создал Адама, и потом сам Бог увидел, что, ну, скучно Адаму одному. И сам Бог придумал решение с этой проблемой, и Он создал женщину. Он создал не другого Адама, но Он создал женщину. Бог просто увидит, что плохо, когда решение принимается только однобоковое. Скучно, когда нет сравнений. И Бог взял ребро с Адама, и Он с этого дела женщине, и женщина специализируется в определенном качестве. Женщина имеет возможность развивать себя. Женщина становится специалистом в этих сферах, которые вложены в нее. Раньше все эти качества были у Адама, но у него доминировал все равно мужское начало. Но когда Бог взял с Адама больше женское начало, и у Евы была возможность прочувствовать мир совершенно и наш, от Адама. И в этом соединении, в этом совместимости мы увидим красоту мира. Мы увидим красоту гармонии. И как я раньше говорила, большинство времени, тем более я еще с Африки, у меня эта культура, вот этот мир доминирован мужчиной. Я это видела, я это прочувствовала в какие-то мере на себе. Конечно, не жестоко, это будет грех, если я буду говорить, что как женщина меня унижали и так далее. Я просто очень легко, но история показывает, и до сих пор есть места, где просто издеваются на женщины, где я не принимаю всерьез мнение женщины, где я думаю, что ничего хорошего от женщины быть не может, где я думаю, что она знает, что она может делать. И эти общества, как я говорила, это может быть в семье, это может быть на работе, это может быть даже в церкви, потому что, к сожалению, есть некоторые религиозные общества, где тоже недооценивают женщины, где ставят определенные ограничения на женщины. Вот это она может делать, а вот это она не может делать. Но на самом деле, если ее суть – это Бог, если ее суть – это божественное начало, если не мужчины создали женщину, а Бог создал женщину, и тот же самый Бог создал мужчины, по-моему, стоит, чтобы мы ценили друг друга. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!